Приказами Здрава России 231Н утвержден порядок проведения контроля объемов, сроков, качеств и условий предоставления медицинской помощи по МЭС, а также ее финансового обеспечения. Он отменяет приказ Федерального фонда 36, поскольку Федеральный фонд стал проводить контрольные мероприятия в отношении федеральных медицинских центров, стал субъектом контроля и утратил полномочия по нормативно-правому регулированию этих отношений. При этом формы экспертных заключений, актов, претензий и прочих документов остаются прежними. Некоторые отличия нового порядка от предыдущего. Целью контроля обозначено соответствие и стоимости оказанной медицинской организации медицинской помощи за отчетный период размеру финансового обеспечения распределенных объемов. Страховые компании исключены из медико-экономического контроля. Целевая медико-экономическая экспертиза обозначена как внеплановая, которая может проводиться по запросу Минздрава, Росздравнадзора, требованиям органов дознания и следствия при проведении внеплановой проверки по поступившим материалам и обращениям. Снижен минимальный объем ежемесячных медико-экономических экспертиз от числа принятых к оплате случаев оказания медпомощи. Целевая КМП заменена на внеплановую КМП, проводимую в виде целевой, тематической и мульти-дисциплинарной. Объем плановых и внеплановых ЭКМП от числа принятых к оплате случаев оказания медицинской помощи также снижен. Проведение внепланового ЭКМП может быть инициировано органами дознания, следствия, прокурорского надзора, судами, вследствие причинения вреда застрахованному лицу. Основание мульти-дисциплинарной внеплановой целевой ЭКМП обозначено и оказание медпомощи при новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Медико-экономическая экспертиза и ЭКМП при проверке оригинала в перечной медицинской документации проводятся по месту оказания медицинской помощи. При выявлении по результатам контроля, проведенного по жалобам застрахованного лица, нарушений при оказании медицинской помощи, Федеральный фонд, Территориальная и Страховая компания, выявившие нарушение права застрахованного, предъявляют медицинскую организацию требования о восстановлении нарушенного права. Осуществляют содействие застрахованному лицу в предъявлении претензий к медицинской организации или обращения в суд. Существенно переработан перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи. Отсутствует отдельный раздел «Дефекты оформления медицинской документации медицинской организации». Основания для отказов сформированы в нарушениях, выявляемые при проведении медико-экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи. Исключен порядок информирования застрахованных о выявленных нарушениях, поскольку подобное станет осуществляться согласно приказу Минздрава России номер 317-Н. Приказ Минздрава России 231-Н вступает в силу 25 мая 2021 года. Поскольку данный приказ несет в себе ряд новаций, например, проведение внеплановой КМП может быть инициировано судом вследствие причинения вреда здоровью застрахованному, полагаю, необходимым часть из них обсудить в рамках формата видеоконференции. Следите за видеоматериалами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok